Привет, ребят! Меня зовут Илья Айкемсев. Сегодня мята-мята очередная. Речь пойдет про питерское шоу, которое выходит на YouTube и называется оно Funny Stuff. Слушайте, это будет короткий выпуск, потому что Funny Stuff мне очень нравится. Реально, полностью, целиком, если его разбирать на детали, я его терпеть не могу, это шоу. Почему? Потому что с точки зрения вот этого всего высшего пилотажа, оно полная ерунда. Ну, просто реально полная ерунда. То есть, к каждому человеку, кто выходит на сцене, у меня есть претензии. То есть, здесь дописать, здесь доделать, здесь какая-то фигня. И когда я смотрел первый выпуск, я думал, что происходит? Что происходит? И в сумме, ну, давайте по порядку. То есть, совершенно ужасная сцена, реально ужасная. То есть, прям днище-днище. Кроме того, что она вообще никакая, с маленькой вещью, она выделена в белой, и там дано хирургическое освещение. Вот прям освещение, которое, ну, заставляет тебя, ну, что, меня убивать пришли или органы из меня вырезать? Что происходит? То есть, такое освещение, которое не делает никакой драмы. Я вот терпеть не могу, плохой свет. Все время пытаюсь как-то выставить его на сцене или где-то, где выставлять. Это первый вопрос. Второй вопрос у меня был по материалу. Я там смотрел, и там, ну, нет редактуры, по сути дела. То есть, человек выходит и делает то, что умеет, как умеет. С одной стороны хорошо, с другой стороны плохо, но в целом получается так, что я вот, ну, как человек, у которого там есть какое-то свое мнение, я могу подойти так, ну, там, что-то там поделай. В-третьих, это, ну, понимаете, не телевизионная четкость. И тут, когда я первый раз произнес слово телевизионное, я задумался, а почему я, собственно, меряю этим критерием? Почему я меряю критерием качество телевизионного оформленной картинки и шоу? И у меня все сложилось. Ребят, реально это лучшее шоу про стендап, которое сейчас идет в интернете, потому что это единственное, по-настоящему живое шоу. То есть, там есть жизнь. Вот, все, за что я люблю стендап, там есть. Вся эта корявость, глупость, но, понимаете, как-то они собрали вместе и отсняли, и оставили вот эти вот дурацкие промежуточные моменты, на которых я, о боже, зачем? Давай стендап. И они вместе дали в сумме вот эту вот самую атмосферу, ради которой я прихожу делать стендап. Я прихожу делать стендап вот из-за этой дурки, из-за того, что мне хорошо именно в этих моментах, в которых, казалось бы, проседает шоу. Я понимаю стендап-шоу на ТНТ, оно показывает, что там стендап-шоу – это большой жанр, но независимо от качества всего, по крайней мере, качество картинки и сцены там подразумевает, что это какая-то большая вещь. Мне нравится рил стендап по той причине, что Артем Калантарян записывает именно вот в тех ужасающих условиях выпуски неизвестных комиков, которые есть, но он делает это очень серьезно. То есть там рил стендап – очень серьезное шоу. И там хорошие комики, там есть блестящие выпуски, и все тоже с ним хорошо, но оно другое. И вот у нас есть третий образец, именно вот этого вот легкости, то есть оно легкое, и там есть жизнь. То есть там даже, когда у человека не получается, ты ему-то сочувствуешь. Там хочется смотреть плохие номера. И это ли не достижение? Ребят, там шесть выпусков, там есть маленькие, очень смешные, очень смешная серия, как делать стендап. Все там хорошо. И именно из-за атмосферы я очень рекомендую вам это смотреть. Это просто как сам по себе проект, продукт. Даже не хочется говорить, как сам по себе концерт. Как вот прийти в какой-нибудь кабак, где стоят на сцене стендап-комики и просто хорошо провести свой вечер. Идеальное шоу. Я рад, что этот формат шоу появился здесь. Надеюсь, они будут продолжать снимать, потому что это отлично. На этом все. Меня зовут Илья Айкемсер. Делайте стендап в своем городе. Смотрите меня, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Там где-то дальше будет мое лицо, на которое можно будет нажать. Пока. Важное примечание, которое после титров. Друзья, я не собираюсь критиковать кого-то, потому что по большому счету ко мне приходит много запросов именно на критику, именно на разбор. Сейчас у меня идет какое-то переоформление, ну, видение того, что я хочу делать с мятой-мятой. И не обессудьте, пожалуйста, но я смотрел стендап-шоу на ТНТ, чтобы научиться. Я просто разбирал его вслух, вот для себя. Вот что я вижу, что мне нравится, что не нравится, что взять и так далее. Сейчас я его доразбирался, по сути дела, там было полгода одного и того же материала, и, ну, все, как бы, хватит. Других людей я просто разбирать не хочу, там, ну, что мне делать в том же Рилл Стендапе? Я просто смотрю, получаю удовольствие. Потому что я вижу новых комиков, я вижу живых людей, я вижу, как люди просто веселятся, наслаждаются, и мне это гораздо лучше, чем сидеть и вот ковыряться в этих шутках. Я надеюсь, что я еще сниму каких-то более исторических, более критических вещей. Для меня просто критика, если вот заниматься критикой, это какое-то развитие идеи, окей? То есть я хотел бы на основе чего-то сделать больше. И я не могу сделать больше, например, на Фанни Стайфель на том же, кроме как сказать, что это прекрасно, это единственная живая программа, живая, каким-то образом живо снятая, в которой есть жизнь, которая не в телевизор, не в высшей сферы, а вот для меня, она моя. Вот, собственно, что и хотел сказать. Давайте теперь пока. Субтитры сделал DimaTorzok